До самых главных выборов в России президентских остается уже менее двух недель. Не секрет, что привлечение молодежи на избирательные участки – одна из важных задач. И в этом деле нужно использовать самые разные способы. Мы побывали на правовой игре, посвященной выборам. Выборы – это гражданский долг или обязанность. Под таким названием прошла правовая игра в Малом зале городского Дома культуры. Студенты Славянского сельскохозяйственного техникума, электротехнологического, техникума экономики и права, а также филиала Кубанского университета приняли участие в этом мероприятии. Территориальная избирательная комиссия «Славянская», которая вместе с управлениями по делам молодежи и образования организовала правовую игру, считает для себя приоритетной работу с молодыми избирателями, чтобы повышать их грамотность и активность. Их голос очень важен, и это очень почетная миссия – впервые голосовать на выборах, тем более на выборах президента Российской Федерации. И все эти мероприятия мы проводим с целью повышения правовой и лекторальной активности нашей молодежи, нашего района. Игра началась с разминки, состоящей из 15 вопросов, на которые нужно было дать быстрые и правильные ответы. Затем от каждой команды был выдвинут кандидат, который выступил с программой, посвященной студенчеству. Состоялись выборы, где участники игры отдали голоса лучшему. И завершением стало разгадывание кроссворда по избирательному праву. В итоге лидером стала команда университета, на втором месте – сельхозтехникум, на третьем – электротехнологический техникум. Второй же опыт мой в такой игре. Очень интересно. Интересно с другими ребятами из других учебных заведений пообщаться. И на выборы, конечно, я пойду. Я считаю это своим долгом и считаю это своей обязанностью. Лозунги и призывы воздействуют на молодежь далеко не так эффективно, как вот такие интересные мероприятия. Выборы, участие в которых действительно в интересах молодых, стали им понятней и ближе. Андрей Вишневский, Георгий Калинин. Программа «События». Программа «События».